И продолжаем. Далее про покупки. Также я покажу вот такую масочку. Я показывала в предыдущем видео от Green Mama. Очень нравится, как она успокаивает, снимает раздражение и воспаление. Я довольна и рекомендую вам попробовать. Она кремовая текстура и отличная маска. Далее я приобрела себе вот такой скраб от чистой линии фитотерапии. Скраб очищающий с абрикосовыми косточками. Но я думаю, не стоит уже говорить о нем, потому что уже многое сказано. Отлично хороший скраб с крупными частичками. Отлично отшелушивает. Я его очень-очень сильно люблю. Опять же, это российский производитель. Далее Biocon. Покупаю я уже, наверное, у меня уже шестая, седьмая или восьмая такая вот упаковочка. Нежный крем-гей для умывания, без мыла, PH нейтральный, для сухой четвертой кожи. Отлично он справляется, он очень мягкий. И кожа у меня не сухая, то есть не могу говорить за сухую кожу, какой будет эффект, будет ли стягивать. Но в принципе, очень хорошо бережно очищает, удаляет. У меня никаких побочных эффектов нет. Я довольна. И я уже много перепробовала продуктов гелей, пенок и масс-маркета, и профессиональные марки. Но сейчас я пользуюсь только таким. Далее, далее, далее. Также у меня вот такой появился гель с экономичной, экономичная упаковка 750 мл, йогурт. Нормальный гель, как гель. Хороший, в принципе. Я люблю и Тафт, впрочем, да, хорошие бренды. Далее. Тушь появилась у меня для ресниц. Не знаю, что-то. За бренд Максмар. Я пока не могу сказать, понравилась она мне или нет. Возможно, она загустеет, будет себя лучше вести. Но первое впечатление ужасное. Она не придает никакого объема. Комочки просто, когда с первого слоя вы наносите, сразу образуют очень большие комочки. То есть, она эти ресницы делает, ну, просто ужасно. Я не знаю, посмотрим, как она будет себя дальше вести. Я очень люблю белорусские туши. Я даю свои предпочтения уже достаточно долгое время. И, не знаю, приобрела себе вот такую. Очень хвалил ее консультант. И оказалось, она пока провальная. Возможно, она станет потом лучше. Далее подводка от Мальва. Хорошая подводка. И как бюджетный вариант я рекомендую попробовать ее. Отличная пигментация. Хорошо наносится. Хорошо держится до конца всего дня. И единственное неприятное, это у нее отдушка. Вот отдушка у нее ужасно просто. Ну, я уже как бы привыкла к ней. Далее подводка у меня появилась от Венсабо. Фломастер. И все бы ничего. Если бы, видите, пигментация хорошая, но она не угольно-черная, как я люблю угольно-черные подводочки. Но, в принципе, носик, как вы видите, когда проводите, носик не упругий, а вот становится таким вот мягким. Мне, конечно же, это не нравится. Я люблю более такие вот упругие кончики на фломастерах, на подводочках. Но, в принципе, как дорожный вариант, как сделать быстрый макияж, если вы спешите на работу, на учебу, отлично, рекомендую. Так, в принципе, никаких нюансов больше нет. Далее карандашки от Милани, от Essence. Познакомлю вас с брендом Милани и начну я с помад. Так, так, так. С оттенка начну я с ангри 21. Матовые помады не с глянцевым финишем, а можно, так сказать, с виниловым финишем. Так, вот так выглядит оттенок от Милани Сангри. Очень хорошее качество. И не просто хорошее, а супер хорошее. Они насыщенные, они густые, они хорошо держатся, никуда они не скатываются. Давно я искала такое качество. И, наконец, я нашла помады от Милани. То есть, качество у них просто нереальное. Далее помада в оттенке 33 Rose Amour или Amour, не знаю, как правильно произносится. Вот такой розовый красивый оттенок. Густые, плотные, пигментированные. Держатся очень долго. Рекомендую вам эти помады. Если у вас есть такая возможность, берите как можно больше оттенков, потому что они великолепны. Далее оттенок нюд. Красивый под смоки или под дневной макияж. Нюд Крим 26. Опять же, матовые. С таким вот виниловым эффектом. Очень-очень-очень густые. Так, это был оттенок 26 нюд Крим. Далее оттенок Чили Брэнди. Это у нас металлик. И оттенок уже такой более приглушенный. Так, вот так выглядит Чили Брэнди. Чили Брэнди. Тоже хороший оттенок. Цвет красивый, но не мой. Далее Black Cherry. Супер красивый оттенок. И вот на эти два оттенка я получаю больше всего сейчас комплиментов. Сангри и Black Cherry. Опять же, днем я люблю использовать Сангри, вечером Black Cherry. Такой темный-темный оттенок. Ну, опять же, они такие более вечерние, эти оттенки. В принципе, Сангри это еще можно использовать летнему цветотипу. Можно поиграть осеннему цветотипу. Летнему можно тоже поиграть с Black Cherry. В принципе, осеннему, зимнему, летнему можно поиграть с такими оттенками. В принципе, рекомендую попробовать. Так, далее. Три помады от Maybelline Essence и Vivienne Sabo. Могу сказать, что Vivienne Sabo я покупаю как бюджетный вариант. В принципе, они нехорошо увлажняют, но немножечко они растекаются. Вот такой красивый оттенок для брюнеток. Мне очень понравился. У них тоже огромное количество разных оттенков. То есть, в линейке найдете, ну, разнообразные просто оттенки. И рекомендую вам просто попробовать помаду от Essence. Отличное качество, хорошо ложится, не сушит губы. Этот оттенок называется Wear Berry. Не знаю, правильно читается. Вот так. Отличная помада. Матовая, хорошо увлажняет, ложится, хорошо держится. Но, опять же, я использую помаду с карандашами. И для меня, мне очень понравилось качество. Далее помадка от Maybelline в оттенке 721. Опять же, немой оттенок. Для голубоглазых красавиц подойдет. Вот это такой розовый, бежевый. Я хотела попробовать. И могу вам сказать, что качество этого бренда, именно этой серии, мне очень нравится. На протяжении уже нескольких лет. Так что берите. Не сушит губы, хорошо держится. И этот оттенок 721. Опять же, огромное количество оттенков у них в линейке. И далее. Далее карандашки от Milani в оттенке Fucsia 0,8. Вот так и выглядят карандашки. И кремовые, пигментированные, супер карандашики. Но опять же, сейчас очень дорого, в принципе, они стоят. Ну, средние, но для меня, как и для карандашиков, дорого. И оттенок бренди 0,7. Но опять же, они за свою цену, они оправдывают. И очень хорошие, достойные карандашики. Очень, очень нравится. И карандашик бюджетный от Essence. Он уже не такой мягкий, он такой средней мягкости. В принципе, при первом нанесении, когда я попробовала, он мне не понравился. Но потом, в принципе, хорошо ложится. Такая вот мягкость, можно так сказать, средняя. В принципе, неплохой, хорошо он держит помаду. Это оттенок у меня 0,6 Satin Mau. Мау, такой сливовый, приглушенный оттенок. Так, далее я познакомлю вас с помадами от Rimmel. У меня их 4 штучки. Начну я, наверное, с оттенка, оттенок 0,7 Airy, Airy Fairy, Airy Fairy. Так, и вот так выглядит этот оттенок Airy Fairy. Как они пахнут, кстати, замечательно пахнут. Но, знаете, мне чем? Конфетками Barbaris Airy Fairy. Так, я еще не пробовала их на себе. И не могу сказать, какое качество. Покажу вам просто Swatchy. Следующий оттенок 002. Это Candy. И это такой перламутровый оттенок. Я вообще на себе перламутровый не очень люблю. Но попробую. Так, эту серию помадок. Мне очень интересно. Сама серия. Качество. И это вот такой оттенок. Подсмоки, я думаю, будет очень красиво. С накладными ресничками. Так, далее. Это Candy. Далее оттенок 012. 012 выглядит вот так. Такой какой-то он персиковый, что ли. Так, 012. 012. Персиковый такой. Красивый оттенок. И это у нас оттенок... Гуэст. Лайст. Не знаю, как правильно читается. Не хочу коверкать. Язык английский. Так, и 016. Очень красиво. Вот такие оттенки я люблю. Hurt Breaker. Или как-то так. Так, оттеночек далее. Очень красивый. Такой ягодный. Ягодный, ягодный оттенок. И вот так он выглядит. Этот оттенок. Вот. В общем, такие были мои покупочки. Всем приятного просмотра. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok